Ты наш подарок Отца Небесного, ибо так сильно Бог возлюбил мир, что послал своего Сына, чтобы каждый, кто верит в Него, был спасен. И принятие этого прощения от Бога, это и есть смирение, смирение перед Ним. Ты прощен благодаря тому, что делаешь или не делаешь ты. Твое прощение исходит благодаря тому, что сделал Он, Иисус Христос. Он прожил святую жизнь, исполнил весь закон. Он был мучен, Его унижали, оплевали, Он был искушаем, но не согрешил и приобрел в себе жизнь. Он отдал свою жизнь, был мучен. Он молча пошел на крест, осознавая ту радость будущности, видя в Духе освобождение. Видя в Духе твою жизнь в Нем, будучи вечно соединен с Отцом Небесным во свете, в радости, в Его покое, в Его объятиях. Он знал, что ты не сможешь сам. Поэтому сам спустился на землю. Стал человеком, чтобы быть вечно с тобою. Благодаря тому, что сделал Иисус Христос, к нам пришел Дух Истины, Святой Дух, который нам возвышает эту весть от Небес. Иисус Христос, который пришел на землю, показать миру, что они неправильно понимают, что такое есть грех. Если мы знаем, что слово «грех» означает «не попадать в цель или промах мимо цели», то в контексте Благой Вести — это не больше и не меньше, чем не попадать в вечную жизнь в самом Боге. Поэтому это и есть грех — не принимать то, что сделал Иисус Христос для каждого из нас. Это корень и всякого другого греха в видимом мире. И когда ты веришь в то, что совершил Иисус Христос на кресте, когда ты принимаешь эту жертву, ты не грешишь. Ты соединяешься с силой Божией. Ты соединяешься с Отцом Небесным. Ты осознаешь, что ты с Ним одно целое. Корень греховного куста вырван. И даже если на том кусте еще видны какие-то цветочки или листья, в них уже нет жизни, ибо корень вырвана. И рано или поздно ты увидишь плоды того, что ты смотришь на то, что сделал Иисус Христос, а не на то, что делаешь ты. Ибо тот, кто верит, истинно верующий, смотрит на невидимое и верит тому, что Бог ему говорит. Если Бог сказал, что Он тебя оправдал святой кровью Своего Сына, то так оно и есть. И рано или поздно ты увидишь это и в видимом мире. Именно поэтому враг так пытается сводить твой фокус на этот куст, который уже без жизни, смотреть на какие-то промахи, на какие-то ошибки, ибо Он знает. Ибо Он знает, что в твоей жизни будет то, на что ты концентрируешься. Таким образом, Он ворует твой фокус. Он ворует твой фокус с жизнью. Он ворует твою радость и покой. Царство Небесное внутри тебя. Но когда ты продолжаешь, несмотря ни на что, смотреть на Спасителя Своего внутри себя, когда ты осознаешь всю Его полноту в себе, уже ничто не может своровать истину у тебя. Уже ничто не может разлучить с Его любовью. И именно тогда Святой Дух преображает тебя изо дня в день, когда ты прибиваешь в Слово Божие. Он омывает ноги твои, ибо чистому нужно всего лишь ноги помить. Ты смотришь на Него, на Иисуса. Ты смотришь на Слово Божие, как на Своё отражение. И приобрежаешься в образ Его от славы в славу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ибо одной единственной жертвой Он сделал нас совершенными навсегда. Отец любит тебя. Отец любит тебя. Ты прощен. Ты прощен. Именно тогда, когда ты принимаешь эту жертву Иисуса Христа на свою жизнь, когда ты принимаешь Своё прощение от Самого Бога. Ты можешь прощать и других. Его любовь изливается в Твоём сердце. Ты можешь любить других. Это Твоё наследство. Это Он Сам в тебя. Это и Он делает через тебя. И ты уже не можешь не любить друг или враг. Ты просто выбираешь жизнь. Соглашаешься с Ним. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за жертву Твою, Иисус. Спасибо Тебе, Папа, за любовь Твою. Ибо если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь, звенящая или кимвол, звучащая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное тогда то, что отчасти прекратится. Бог есть любовь. Он есть начало и конец. Он основа всего. и не может никто поставить другую основу, кроме как Иисуса Христа. И каждый, кто будет строить свой дом на этом камне, на этой основе, победит. Его дом будет стоять какие бы ни проходили ветра, что бы ни случилось, дом его устоит, ибо он построен на единственной истинной основе Иисусе Христе. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, что мы имеем эту возможность бить в тебе, быть с тобой благодаря тому, что ты совершил. Ты мучился, ты страдал за нас, ты умирал за нас. спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, слава тебе, вся слава тебе во веки веков. Аминь. О, Иисус, мы благодарим тебя опять и опять за твою любовь, потому что твоя любовь это все начало и продолжение, и опять начало, и так навсегда. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя в мир, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, Том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали Любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нем. Бог Бог есть Любовь, и прибивающая в Любви прибивает к Богу, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В Любви нет страха, но совершенная Любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в Любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот же лжец, ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бог любил и брата своего». О, Иисус, спасибо тебе, что ты первый показал, как это любить и как это прощать. Я молю тебя, чтоб ты еще больше показал, как это прощать. И освобожди наши сердца, чтобы мы были свободны, потому что только через прощение друг другу себе и принятие твоей любви, что ты сделал, тогда на кресте нас воистину освобождает, что мы воистину тогда можем быть твои дети, которые рождены для свободы, твоей свободе во Христе, только в тебе. Иисус, я благодарю тебя, что ты есть это истинное прощение, через тебя мы можем любить и простить. И я всегда мышляю о том, когда ты говорил эти слова, что ты прощаешь, ты свободен, но не греши больше. И я задумалась, что это так, Иисус, что если мы не вошли в ту дверь, через тебя это ты, Иисус, ты истина, ты только те двери, через которых мы должны каждый пройти, то мы тогда идем мимо тебя и не познаем до конца, кто же есть любовь, истина, свет и великое прощение. Это ты, Иисус. Спасибо тебе за все, что ты первый простил нас. Ты любовь наша, Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok